Здравствуйте! Сегодня я вам попытаюсь рассказать про оптомеры и как они могут быть полезны для выделения экзосом. Начнем с того, что в нашей лаборатории пока основная цель это создать тест-системы для ранней неинвазивной диагностики нескольких видов рака и рассмотрим, как в этом могут помочь экзосомы. Так как экзосома – это маленькая копия клетки, то есть она фактически передает ее внутренний состав и мембранный состав. Так как опухолевые процессы невозможно обнаружить неинвазивно в плазме крови, пока нет опухоли, то есть опухолевых клеток, экзосомы нам в этом помогают. Только нужно научиться их правильно выделять, потому что в плазме крови 98-99% – это неспецифичные экзосомы, экзосомы в форменных элементах крови, и всего лишь 1-2% – это экзосомы, которые принадлежат разным видам ткани. И, например, для простаты, учитывая относительно маленькую массу органа, простаты специфичные экзосомы из общего пула будут составлять всего лишь 0,01%. То есть нам нужно научиться выделять из этих 2%, фактически 100% экзосом, чтобы далее как-то их анализировать. Для таких целей используют афинные методы. Они основаны на том, что на мембране присутствуют разные маркеры экзосомальные, в том числе CD63, CD9 и другие. И для специфичного афинного связывания можно использовать антитела, оптомеры, белок ТИМ-4 и другие, как уже ранее говорили. Но мы решили пока сосредоточиться на оптомерах по нескольким причинам. Во-первых, оптомеры, которые называют химическими антителами, намного проще синтезируются и отбираются. Во-вторых, они не уступают по средству к мишени антителам. Их специфичность достаточно высокая. Они стабильны, особенно ДНК-оптомеры. И большой плюс, что их можно по-разному химически модифицировать и красителями, и защитными группами и так далее. Что же такое оптомеры? Оптомеры – это короткие, от 30 до 100 оккулиотидов, синтетические или природные олигомеры, то есть одноцепочные ДНК или РНК, либо короткоцепочные пептиды. Их первичная структура образует вторичную в виде шпилек, псевдоузлов, G-квадруплексов, которые, в свою очередь, образуют 3D-структуры. Именно эти 2D и 3D-структуры позволяют специфически подходить оптомерам к мишени, фактически как ключ к замку. Связывание происходит за счет водородных связей, гидрохлодных взаимодействий, электростических взаимодействий. А мишени могут быть абсолютно разные. Это могут быть и маленькие молекулы, например, углеводы, могут быть белки, бактерии, клеточные органеллы, сами клетки, по аналогии экзосомы и даже ткани. В основе методов получения оптомеров лежит технология СЕЛИКС. Это систематическая эволюция легандов путем экспоненциального обогащения. В основе этого метода должна быть библиотека, состоящая из одноцепочной ДНК или РНК, в которой заранее известны константные части с известными последовательностями. И выбирается выроденный район, примерно 30 инкулиотидов. Этого достаточно бывает для набора случайных последовательностей. Таким образом, берется библиотека, мишень. Оптомеры связываются с мишенью, несвязанные удаляются. Оптомеры связаны, проходят данную процедуру еще несколько раз. Бывает достаточно 80 раундов. Таким образом, можно метод СЕЛИКС применять для клеток и по аналогии для экзосом. Так как мы уже говорили, что экзосом – маленькая копия клеток. Оптомеры широко применяются. В последнее время все больше внимания уделяется вниманию оптомеров для создания лекарств. Несколько уже есть на рынке. Для биоимиджинга, для диагностики заболеваний, в качестве аналитических реагентов, в качестве конъюгатов с лекарствами, с радиоактивными метками и так далее. Например, можно, используя оптомеры, разные оптомеры к поверхностным белкам экзосом, имеченные разными флуорофорами, проинкубировать оптомеры с оксидом графена для тушения флуоресценции. И как только оптомеры свяжутся с экзосомой, снова установят флуоресценции. И по интенсивности флуоресцентного сигнала можно будет судить о количественном составе экзосомальных белков. Все это можно контролировать методом флуоресцентной спектроскопии, проточной цитометрии. И всю эту процедуру можно проделать не просто с полумэкзосом, а прямо в плазме. Также появляются в последние месяцы этого года статьи, в которых используют магнитные частицы, покрытые стриптовидином, оптомеры, меченные биотином, и выделяются экзосомы. То есть видно на фотографиях просвечивающей электронной микроскопии и сканирующей электронной кривой микроскопии, что экзосомы связываются с магнитными частицами. Все это можно проделывать и обратимо, чтобы были чистые экзосомы без оптомеров и магнитных частиц. У нас, конечно, большие планы, большие надежды на оптомеры, но мы решили начать с самого простого и самого малого, что мы можем сделать. Мы взяли магнитные частицы, покрытые стриптовидином, оптомер с известной последовательностью к маркеру CD63 к зосомальному. Мы оптомеры модифицировали ТЭК, тетратиленгриколем и биотином по 5 штрих к концу, и по 3 штрих к концу флуорофорум с А5,5. Для контроля использовали проточную цитометрию, и видно, что сами по себе все три компонента в позитивной области не флуоресцируют. Далее. То есть мы получаем большой комплекс, где основные части – это магнитные частицы, оптомер, экзосома. И чтобы подтвердить методом проточной цитометрии, что мы именно выделяем экзосомы, а не просто образуем этот комплекс, мы метили весь этот комплекс CD69 антителом метины ФИЦем. И на ДОТ-плотах и гистограммах мы можем увидеть, что у нас образуется комплекс магнитных частиц и CD63 оптомер, что подтверждает флуоресцентные сигналы с А5,5. И также у нас образуется… Мы можем уверенно говорить, что мы выделяем именно экзосомы, потому что есть флуоресцентный сигнал на CD9 ФИЦ. И видно, что выход получается достаточно хороший – 96%. Для того, чтобы убедиться, провели негативный контроль, где видно, что комплекс образуется, магнитные частицы с оптомером. Но если назад вернуться, у нас не будет всего лишь основного компонента экзосомы, а все остальное присутствует. И мы видим, что флуоресцентции CD9 нет, значит, экзосом на негативном контроле нет, что неспецифичные сигналы связывания около 1%, что тоже неплохо. Наложение двух негативного контроля и позитивного. Мы видим, что по А5,5 совпадает, значит, это один и тот же комплекс. И мы видим, что негативный контроль не флуоресцирует, и у нас образуется именно этот комплекс. Можно сделать вывод, что оптомеры можно попробовать заменить на антитела и продолжить дальше с ними работать. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Вопросы есть, Павел Петрович, ваше замечание? Сравнивали? А, ну, то есть это у вас самое начало работы, как я понимаю, да? Да, да, да. То есть вы, например, оптомеры с антителами к CD63 не сравнивали? Оптомеры с антителами пока еще нет, потому что мы недавно реагенты получили, недавно все это сострапали, можно сказать. Понятно. Потому что, ну, сразу встает вопрос о финности взаимодействия этого оптомера с вашим телком. И количество сайтов связывания. Да. Насколько эффективность отличается? Мы все это планируем на тело. Продолжение следует...